добрый вечер уважаемые друзья добрый вечер коллеги партнеры рад вас видеть на вебинаре сегодняшнем которых сегодня достаточно большое количество уже сегодня днем были вебинары посвящены технологии они будут и в 7 часов еще дважды будут вебинары на иностранном языке вот хотелось бы уточнить слышно видно меня хорошо хорошо да на следующий вопрос потому что нас сегодня с вами огромное количество в принципе немножко более чем футбольная команда на поле да хочу знать если среди вас те кто совсем ничего не знает где находится и что в личном кабинете компании skyway капитал есть таковые реально есть люди да его требуется все это поставьте пожалуйста плюсики но полина мне предполагаю что полина меня наверное слышит хорошо потому что вы наверно не первый раз на вебинарах вот вы сейчас плюсы поставили то что вы не знаете что где у нас есть потому что я может хотел тогда если вы скажем так в личный кабинет не один раз ходили прочее может разобрали каким-то целевым образом да что от нас беспокоит где мы не знаем что найти именно касаемо этой темы поговорить вот чтобы для большинства из вас не повторять то что вы знаете например да я думаю это было бы логично потому что личный кабинет принципе он достаточно простой на что хотелось бы сделать акцент на то что вы когда заходите в него не боялись нажимать кнопки по поводу ссылок хорошо мы сейчас ссылками разберемся то есть какими может можно пользоваться и как вот я наверно обращу внимание на те пакеты которые у нас сегодня еще действуют до 8 числа включительно да вот может покажу кнопочки перевода денег и так далее что такое акционный счет давайте объясню что такое акционный счет да действительно если говорить о мире млм а у нас есть элементы млм помимо инвестирования помимо тяжелой технологии транспортной который мы выводим на свет инновационной там скажем так позволяющий людям ближайшее время будет двигаться с высокими скоростями намного дешевле можно будет скажем так передвигаться по этим дорогам которые будут строиться по технологии разработанную низким до экологии фактически вред будет сведен к нулю место будут занимать и дороги в сто раз меньше чем автомобильные и много чего еще да то есть одна построенная дорога сможет служить сто лет без какого там дополнительного ремонта и так далее то что мы с вами видим каждый день так вот отличие от большинства компаний у которых есть партнерские программы да там где начисляются бонусные вознаграждения у нас по партнерской программе предусмотрено еще пока почему говорю пока потому что возможно это не будет длиться вечно и просто так акции дарить мы не будем да как говорит анатолий дар еще низкий так вот например вы дали информацию людям по вашей рекомендации кто-то зарегистрировался например купил на 100 долларов акций 15 процентов по маркетинг плану вам идет на бонусный счет и такая же сумма идет на акционный счет но к акционному счету я вас прошу просто относиться не как к деньгам живым да то есть которые вы можете там вывести куда-то там на них что-то предвести и так далее единственный путь расходования этих денежных средств вами это приобретение пакетов акций компании skyway capital тех пакетов которые не входят ни в какие скажем так бонусные программы которые находятся на светло-серо-зеленом фоне в зависимости от ваших настроек компьютера до цвет этих пакетов но у кого-то более серый у кого-то более зеленый то есть пакеты которые сегодня номиналом от 15 долларов сша стоимостью и до 150 тысяч давайте постараюсь сейчас поделиться экраном дай бог сегодня кабинет нам позволит достаточно скажем так быстро и активно по нему перемещаться потому что вы знаете да вчера был объявлен последний день действия дисконта и количество посещений нашего сайта личного кабинета было такое что просто как выражаются айтишники сайт упал да то есть очень сложно было войти проделать какие-то операции тогда я начал трансляцию рабочего стола если вы видите мой личный кабинет пожалуйста нажмите плюсики у нас в чате я просто покажу так есть хорошо коллеги возвращаюсь личный кабинет смотрите у нас есть четыре счета до основной бонусные акционные премиальные как правило те люди которые сейчас регистрируются в нашей компании выходя в личный кабинет тут же видят что у них на премиальном счете сто акций то есть каждый человек который зарегистрировался в личном кабинете получает подарок 100 подарочных акций эти 100 подарочных акций принципе реализуются при заказе любого пакета который вы себе оформляете в личном кабинете партнера компании skyway capital так вот бонусный счет это живые деньги которые вы можете вывести если на них на бонусном счете свыше 30 долларов сша вы можете зайти в раздел я вам сейчас сразу покажу вот у нас есть раздел банкинг да у нас есть раздел запрос на вывод то есть если у вас сумма больше 30 долларов вы заходите в раздел запрос на вывод сейчас сайт прогрузится все-таки скажем так нагрузка повышена до сих пор да если там более 30 долларов вы можете в разделе запрос на вывод указать здесь сумму да у меня увидели там 36 я могу здесь написать 36 долларов выбрать кошелек на который мне нужно вывести денежные средства у нас есть возможность выводить денежные средства на шесть кошель на скажем так на 6 платежных систем у меня есть две из того перечня киви кошелек яндекс мани вот я могу любой из них выбрать писать сумму нажать кнопку вывести да у меня тут же скажем так в сумму уменьшится на бонусном счете и через короткий промежуток времени эти деньги окажутся на моем кошельке что все касается акционного счета да то есть акцион и счет это те баллы скажем деньги до которого начисляется ли вы принимаете какое-то участие там тут активный кто-то не очень активная как я партнерской программе и вам туда начисляется точно так же деньги как на бонусный счет в том же количестве если строится ваша структура если у вас происходит какой-то товарооборот и если вы по партнерской программе что ли вы получаете так вот вот эти деньги вы можете расходовать только на покупку пакетов. Вот я сейчас захожу в раздел инвестиции, раздел инвестировать. У нас здесь в разделе инвестировать, но раз уж мы в личном кабинете, у нас сегодня обзор личного кабинета, сразу давайте рассмотрим. То есть у нас в личном кабинете в разделе инвестировать есть целая цепочка, целая там череда пакетов. То есть есть возможность приобретать пакеты в рассрочку. До 8 числа действуют те пакеты, которые вы видите сейчас на экране. Если вы готовы выплачивать по 25 долларов ежемесячно на протяжении 10 месяцев, либо быстрее, потому что рассрочка у нас предполагает, что вы можете досрочно погасить и в итоге получить 32 с половиной тысячи. Есть у нас еще пакеты по 50 долларов ежемесячно, 100, 200. Для наших европейских партнеров не так давно введены крупные пакеты в рассрочку, потому что огромное количество уже инвесторов, проживающих в европейских странах, могут себе позволить нам например 500 долларов в месяц оплачивать на протяжении четырех месяцев. Соответственно, если они пакет закажут сейчас и будут оплачивать в течение 10 месяцев, у них на выходе будет 2 миллиона 250 тысяч акций. Сразу сделаю акцент, я думаю большинство из вас знает, что каждая отдельно взятая акция к 2017 году планируется ее стоимость 1 доллар США. Вот человек купил за 5 тысяч долларов, может скажем так в итоге получить на выходе 2 миллиона 250 тысяч долларов. Есть рассрочки за тысячу долларов в месяц, 2,5 и 5 тысяч долларов в месяц. Далее, пакеты акций, которые скажем так отживают по сути дела последнюю неделю, их тоже можно приобрести, если вы сейчас делаете первую покупку, соответственно для вас эти пакеты будут действовать на протяжении того периода времени, который для этих пакетов рассчитан. Готовы вы 80 долларов тратить ежемесячно, вы можете сейчас пакет этот зарезервировать и в течение 6 месяцев его оплачивая, в итоге на выходе получить 120 тысяч акций. То же самое касается пакета за 150 долларов на 4 месяца и 500 долларов на 2 месяца, но это нужно сделать сейчас, то есть сделать первую покупку этого пакета сейчас и в дальнейшем выплачивать эту рассрочку либо вовремя, либо досрочно. Пакет юбилейный тоже заканчивает свое действие, то есть если вы скажем так купите один пакет сейчас за тысячу долларов, то вам начислят 300 тысяч акций, если вы в течение вот этой еще недели купите еще на тысячу долларов, потому что данная, скажем так, покупка пакета юбилейный подразумевала, что в течение трех месяцев, инвестируя по тысяче долларов, вы можете приобрести пакет 1 миллион 350 тысяч акций. Но вот для пакета юбилейный не сохраняется как для рассрочки, потому что это не рассрочка, это просто вариант приобретения пакета такого. То есть если вы купите сейчас, а второй платеж попробуйте сделать после восьмого числа, то вы просто купите пакет за тысячу долларов, которые, скажем так, вам позволят приобрести там менее 200 тысяч акций. Вот таким вот образом. Если вы три платежа готовы сделать в течение одной недели, то вы можете все, скажем так, успеть и получить 1 миллион 350 тысяч акций. Далее три пакета, которые вы видите здесь, это тоже разовые пакеты, которые позволяют, скажем так, приобрести большое количество акций от 2 с половиной миллионов до 30 миллионов, да, в зависимости от вашей покупки от 5 тысяч до 50 тысяч долларов и плюс юбилейные монеты. После восьмого числа юбилейных монет ни в одном пакете уже не будет, потому что, в принципе, то количество, которое было изготовлено, они уже, в принципе, разошлись и осталось немного как раз таки под покупку там нескольких пакетов, да. Далее то, что я вам говорил, вот видите, у меня, скажем так, цветовая гамма на компьютере настроена так, что у меня это серый фон, но в домашнем компьютере у меня он светло-зеленый, да. Почему я говорю светло-серый-зеленый фон? Вот это и есть стандартные пакеты, начиная от 15 долларов США, да, вот, и заканчивая 150 тысячами долларами США. Это те пакеты, на которые вы можете потратить деньги с акционного счета. Вот у меня сейчас там есть, например, 190 долларов почти, да, то есть я могу сделать что? Я могу взять пакет за 130 долларов и за 60 одновременно поставить вот здесь единичку одну, вторую, опуститься вниз, да, то есть у меня написано, что стоимость 190 и у меня 19 тысяч акций. Сразу хочу объяснить почему. Потому что если мы, скажем так, одновременно покупаем два пакета и на одном из них, вот здесь дисконт, вы видите 100, а на втором 79. Так вот, если я покупаю два пакета одновременно, то малый пакет будет пересчитан количество акций по дисконту большего пакета. То есть получается, что если я куплю сейчас за 190 долларов пакет, пакет за 60 долларов у меня пойдет тоже с дисконтом 100. Потому что если мы 13 сложим и 4 740, получается 17 740. А программа внизу, видите, что показывает? 19 тысяч акций. Соответственно, мне нужно 189 писать с акционного счета и 1 доллар сюда добавить с бонусного, да, и я могу оформить эти два пакета с акционного счета, реализовав тем самым акционные деньги. Что я, в принципе, и сделаю в концу, скажем так, седьмого там либо в начале восьмого числа июня. Я таким образом израсходую, скажем, акционные деньги, потому что после восьмого числа стоимость, точнее, дисконт по пакету, вот я могу просто привести, 30 долларовый пакет, сейчас доходность 61. На выходе 1830 акций. После восьмого числа здесь будет стоять дисконт 40 и на выходе будет 1200. Фактически более чем на 33 процента сокращается доходность по этому пакету. Вот почему важно сейчас, скажем так, приобретать пакет акций по тому дисконту, который есть. Платежные системы, благодаря которым вы можете заводить денежные средства в свой личный кабинет, они здесь у нас находятся в разделе инвестировать, неважно в рассрочку вы покупаете или нет, они одинаковые. Начиная от кошелька OkPay банковского перевода SWIFT, вы видите, кстати, банковский перевод SWIFT, если вы сейчас планируете приобретать какие-либо пакеты акций, использовать эту банковскую систему, банковский перевод, то вам нужно поторопиться, потому что принято решение руководством, если деньги к нам придут по системе SWIFT после 8 числа, то вы сможете купить пакеты только по дисконту седьмого этапа. Далее, у нас есть платежная система PerfectMoney, Kiwi кошелек, что очень удобно для России, особенно, скажем так, для людей, которые планируют покупать малые пакеты. Вы можете использовать систему Kiwi, потому что она беспроцентная. То есть пополнение Kiwi кошелька без процентов и перевод денежных средств нам тоже без процентов. Дальше у нас есть Visa, Россия, СНГ, Прибалтика. Здесь вы видите, да, то есть сумма транзакций для России не больше 160, для СНГ, Прибалтики не более 30. То есть все рекомендации здесь даны. Система Advanced Cash, WebMoney, Visa, весь мир с процентами и с прочими, скажем так, оговорками, что это будет стоить. И система Revolute, которая, по сути дела, позволяет гражданам всего земного шара, за исключением России и Белоруссии, да, переводить денежные средства благодаря вот этому приложению Revolute, вот, который устанавливается на смартфоны, на айфоны и со своей карточки вы закачиваете деньги в Revolute и с Revolute переводите к нам. Так, вот это один из важных пунктов тоже, потому что такие платежные системы иногда люди интересуются у нас есть и прочее. Вот это раздел инвестировать. Вот, то есть акционный счет это, по сути, подарок компании, вы дали информацию людям, вам начислили деньги за то, что, скажем так, вы помогли нам привлечь инвестиции, соответственно, на акционном счете у вас будут какие-то средства, благодаря им вы можете увеличить свой инвестиционный портфель в нашем проекте. Понятно ли это или нет? И прошу вас сказать, у всех ли пропадает звук, да, потому что вот Полина написала, что звука нет, вот, или все-таки вот кому слышно хорошо, пожалуйста, поставьте плюсики и так далее. Вот Светлана, я так понимаю, что звук пропадает, у Галины все в порядке, у Вилли все в порядке, вот, ну тогда, значит, это не моя проблема, да, не может у кого-то быть все хорошо, а у кого-то, скажем так, пропадать. Все зависит еще от качества интернета, подключения, вот, возможно, кому-то стоит перезайти. Мы с вами разобрали, скажем так, что такое акционный счет и попутно я вам показал, скажем, несколько, ну, пару-тройку разделов личного кабинета. На чем бы вы хотели сакцентировать внимание еще, да, потому что все-таки я, наверное, сегодня принял решение такое, такое это говорить о том, что вам сегодня, что вас беспокоит. Я вообще ничего не слышал. Запись, да, запись делается, запись включена и данный вебинар, в принципе, можно будет посмотреть, как целый ряд записей, которые выложены на нашем канале в YouTube. Какие вопросы еще есть, Полина, у вас? То есть, когда я включал демонстрацию рабочего стола, вы ничего не слышали, сейчас вы меня слышите, да? Да, правильно я понимаю? Сейчас слышите. То есть, когда я нажимаю кнопку начать трансляцию рабочего стола, у вас почему-то пропадает звук, да? Ясно. Коллеги, давайте, может, активнее, потому что у вас не так много, в принципе, да, но давайте мы действительно заглянем в те разделы личного кабинета, которые, скажем так, вас беспокоят. С которыми у вас какие-то проблемы. Новость, то, что, скажем, у нас на неделю продлен диском, все знают, да? Это то время, когда вы можете огромному количеству людей позволить стать совладельцами пакетов акций и компаний и, скажем так, иметь их больше, чем потом. Ну и, в принципе, время, в течение которого вы можете заработать. Кто-то больше, кто-то меньше, да? Вот. Лето на носу. У вас, может быть, есть дети, внуки, сами бы хотели где-то отдохнуть. То есть, это отличная возможность сегодня, скажем так, немного потрудиться и получить какое-то количество денежных средств на то, что вы давно хотели реализовать. Вот таким вот образом. Так. Что бы вам еще показать в личном кабинете тогда? Александр, очень просто. Смотрите, вот сейчас у меня, к сожалению, кабинет, который может продемонстрировать вам рассрочку, да? Под рукой его нет, но я просто могу объяснить. Смотрите, если у вас есть оформленная рассрочка, да? То у вас есть таблица в разделе «Мои рассрочки». Давайте я сам раздел покажу. Итак, трансляция пошла. Я сейчас снова возвращаюсь в личный кабинет. Вот. У нас есть раздел. В разделе «Инвестировать». Так. Вот он, да? Инвестиции. «Мои рассрочки». Это самый нижний. Если вы рассрочку себе заказали, нажимаете вот сюда. Вот. Когда у вас рассрочка есть, вы можете, кстати, в нее зайти с целого ряда страниц. Там будет кнопка «Мои рассрочки». Вот. И когда у вас здесь оформлена рассрочка, здесь у вас появляется таблица. Если вы сделали, например, один платеж, в таблице здесь слева будет указано, что вы оплатили, например, май месяц, да? И следующий платеж у вас в июне. Справа у вас здесь есть такая таблица, в которой есть возможность поставить галочку, скажем так, чтобы у вас деньги автоматом списывались. С основного ли счета, либо с бонусного. То есть, если вы строите партнерскую сеть и планируете эту рассрочку выплачивать не досрочно, а именно так, как оно и положено каждый месяц, да? Вы можете смело ставить галочку в разделе «Бонус». Это списывать с бонусного счета. Просто строить структуру. Вам на бонусный счет будут идти начисления. И с него же автоматом через месяц ровно после того, как вы купили эту рассрочку, будет списываться положенная сумма денег для оплаты этой рассрочки. Также там есть возможность оплатить досрочно. Если вы кликните, да, вот следующая оплата вы нажимаете, у вас высвечивает то количество месяцев, ну, которое вам осталось. Вы можете выбрать 3, вы можете выбрать 5, вы можете выбрать там 7, да? Вот. У вас сразу высвечивается сумма, которую нужно оплатить. Если у вас на основном счете, либо на бонусном эти деньги есть, то это списывается с основного или с бонусного, вы можете это указать. Либо также путем, скажем так, выбора через платежные системы, деньги заводятся и оплачиваются то количество месяцев, которые вы хотите оплатить. Либо даже закрыть всю рассрочку сразу. Если вы еще, скажем так, с душой относитесь к своим наставникам, которые вас пригласили в этот бизнес, да, и купили рассрочку, планируете ее погасить досрочно, ну, вы можете сделать большой плюс для своих наставников. Открыть вам секрет какой, нет? Смотрите, в чем секрет, вот то, что я вам сейчас сказал. Вы знаете, что у нас есть дополнение к маркетинг-плану, да? У нас есть дополнение к маркетинг-плану для тех людей, кто активно развивает бизнес в первом поколении, помните, да? То есть, если у вас в течение месяца текущего 5 купленных пакетов, то за все эти 5 купленных пакетов в итоге получается, что вам начислят 16%. Если у вас, скажем так, 10 купленных пакетов, соответственно, получится, что за каждый пакет вы получите 17%, да? Если у вас 20 купленных пакетов в течение одного календарного месяца, причем я делаю акцент, купленных пакетов, это сделанных транзакций. Каждая оплата у нас в кошельке, в личном кабинете, это транзакция. Так вот, если у вас в первом поколении есть люди, либо вы, например, оплачиваете свою рассрочку, и у вас там больше, чем 4 месяца, вы можете сделать так, что просто оплатить эту рассрочку не одним платежом, сразу 4 месяца закрыть, а в течение 2-3 минут сделать, скажем так, положенный по одному платежу, просто сделать, соответственно, и будет больше платежей, транзакций, на каждый платеж будет транзакция, а ваш наставник получит на 1% больше. Вот и все. Я не знаю, может быть, я делаю что-то некорректное по отношению к компании и так далее, но тем не менее, в принципе, если вы пришли зарабатывать деньги, знайте, тонкость, наверное, это. Я кому-то открыл секрет или нет? Тем, что сказал. Ну вот, знайте. Галина знала, видно, да? Потому что если люди оплатят сразу одним платежом, скажем, весь гамбус, тех рассрочек, у него, например, на 8 месяцев, он выбрал за все 8, это будет один платеж. И у вас будет посчитано в первом поколении один платеж. Если человек выбрал там 25 долларов, потом еще раз 25, еще раз 25, еще раз 25, еще раз 25, у вас будет 4 платежа, либо 6. Ну, просто имейте это в виду, да, если, скажем так, вам хотелось бы получить дополнительный процент, да, либо, скажем так, позволить этот процент заработать человеку, который вас пригласил в данный бизнес. По поводу загрузки документов, да, смотрите, тогда мы загружаем документы, а у нас это есть, скажем так, сейчас при подписании договора, да, давайте я сейчас снова зайду в раздел. Я сейчас зайду в раздел «Мои сертификаты» личного кабинета. Так, у нас есть инвестиции, мои сертификаты, да, то есть вот я захожу в раздел «Мои сертификаты». Весь путь приобретения пакетов, он прост, то есть мы заходим, выбираем в табличке тот пакет, который мы хотим, мы его оплачиваем. Когда мы оплачиваем этот пакет, да, у нас появляется здесь в разделе «Мои сертификаты» следующая информация, то есть номер сертификата, дата, время, скажем, его оформления, количество акций, которое приобретено и так далее. И единственный статус сертификата, да, компании Skyway Capital, вот здесь вот будет отражен, он будет сначала там на проверке, потом изготовление, потом там готов, да. Далее, у нас есть договор справа здесь, когда вы купили какой-либо сертификат, у вас потом здесь будет красным выделено, и это, скажем так, красное напоминание, что вам нужно подписать договор. Когда вы нажимаете на договор, у вас высвечивается текст договора на приобретение данного пакета, вот. И в договоре вы можете прочитать, что для того, чтобы он был подписан, достаточно подгрузить, скажем, подгрузить, и там есть перечень документов, по-моему, 5 или 6 договорей прописано. Для нас достаточно, чтобы вы подгрузили паспорт там, где ваша фотография, первая страница, и для тех стран, где есть институт прописки либо регистрации, страницу с регистрацией. Для тех стран, где отсутствует страница с регистрацией, необходимо подгрузить какой-либо документ, подтверждающий, что вы оплачиваете какие-либо там коммунальные услуги, услуги связи, интернета, по тому адресу, который вы указали, когда оформляли данный сертификат. То есть это элемент сертификации. Одно хочу сказать, что, скажем так, идентификация, да, в ближайшем будущем будет еще более жесткой, потому что все-таки, и я вас настраиваю на то, чтобы, общаясь со своими людьми, и давая им информацию, касаемую инвестиций в наш проект, что вы готовили их к тому, что это серьезный вопрос, что они платят деньги, это раз. Второе, они имеют отношение к ценным бумагам, это два. И для того, чтобы потом не было какой-то возни, да, там, визга, крика там и так далее, и так далее, необходимо, чтобы все данные соответствовали тому, кто вы есть. Чтобы потом, когда вы начинали бы требовать, вот когда начнут котироваться наши акции на рынке и так далее, чтобы вы смело могли ими воспользоваться. А если что-то не будет соответствовать, вы понимаете, это очень серьезно. Вот наследственное дело, да, придите к нотариусу, например, и попробуйте оформить на себя какую-то недвижимость, если у вас будет там ошибка в фамилии, либо указаны какие-то не те адреса и так далее. Ни черта у вас не получится, извините за выражение. Вот. Процесс верификации, сейчас тоже, вот я говорил, да, что будет меняться, будет не то, чтобы ужесточаться и так далее, но подгрузка документов именно такая. То есть для нас достаточно, вот вы меня просто спросили, что первая страница, да, паспорта и страница, кем и когда выйдут. Ну, вы знаете, не у всех, может быть, в паспортах, кстати, да, есть страница там с фотографией, соответствует еще и кем, когда выйдут. У некоторых на другой стране и такое бывает. Мой привлеченный сегодня оплатил сразу за два месяца, да, то есть 50 и 50. В моем кабинете написано, что привлечено средств 50 долларов, почему не 100. Ирина, давайте успокоюсь, сегодня информация у нас прошла такая, что вот в связи с тем, что сайт загружен и, скажем так, возросла нагрузка, до 6 часов может длиться сегодня начисление бонусных денежных средств. Поэтому не переживайте. Важно, чтобы вот тот ваш человек, который это сделал, зашел к себе в личный кабинет и обнаружил, что у него, скажем так, сделана двойная оплата. Насчет четырех рефссылок, да, то есть вы знаете, где находятся реферальные ссылки, давайте я снова сейчас туда зайду и объясню, равнозначны они или нет и что происходит, да, когда вы заходите. У нас реферальные ссылки находятся непосредственно, у нас нет промокодов FLORID, то есть я вот никаких промокодов не даю. Сейчас меня снова не слышно или что? Алло, Полина, сейчас вы меня слышите или нет? Галини слышно, Полине, Виталию слышно. Не совсем, отлично слышно, да, хорошо. Я сейчас спросил Полину, да, вот, а вы спрашиваете, кому вы объясняете? Вот, не знаю, что за вопрос. Вы сами спросили про четыре реферальные ссылки, я вам показываю, да, в разделе инструменты партнера у нас есть раздел реферальной ссылки. Кстати, этот раздел инструменты партнера, все три пункта, они не будут вам доступны до тех пор, пока вы не подпишете партнерский договор. Я думаю, большинство из вас это знает, да, то есть прежде чем начать зарабатывать и перейти в статус партнера по партнерской программе, нужно подписать агентский договор. Баннер о том, что он у вас не подписан, будет сразу же высвечиваться, когда вы зайдете в инструменты партнера, да, захотите выбрать какой-то пункт, нажмете на этот пункт, а там написано, что данный пункт доступен только с момента подписания агентского договора, и вам будет предложено его подписать. Ссылки у нас ведут на лейдинг инвестора, первая, вторая на главный сайт. Что значит равнозначность, да, то есть ко всем этим ссылкам, которые вы даете, прикреплена ваша реф-сылка. То есть если человек по вашей реф-ссылке, которую вы им дадите, на лейдинг инвестора перейдет, ознакомится с информацией, на лейдинге инвестора у нас есть несколько, скажем так, кнопок зарегистрироваться. Если по вашей реф-сылке он перешел на лейдинг, почитал и нажал кнопку зарегистрироваться, он перейдет на страницу регистрации в компании. Фактически придет либо на страницу регистрации ВЛК, либо на форму регистрации ВЛК сразу, понимаете? Для тех людей, которым не нужна дополнительная информация, которую вы уже рассказали, которую послушали, уже что-то читали, вы просто копируете вот здесь справа, скопируясь в буфер, либо страница регистрации ВЛК, либо лучше сразу форма регистрации ВЛК. Если вы скопируете вот эту ссылку подлиннее, нажмете скопировать, вам напишут, что она в буфере, вы дали человеку ссылку, и он, загрузив ее, сразу у него высвечивается в квадрате, где нужно ввести электронную почту и начать регистрацию. Это для тех, кто понимает, что делает и так далее. Если вы дадите рефссылку на главный сайт, либо на лейдинг инвестора, соответственно, человек перейдет туда, и там будет знакомиться с информацией. Далее, что я хочу сказать, что к баннерам, которые находятся в инструментах партнера, вот здесь, вот раздел баннера, к ним тоже прикреплена ваша реферальная ссылка. То есть, если вы занимаетесь интернет-бизнесом, у вас есть интернет-страница в виде блогов, сайтов, сайтов-одностраничников, куда вы можете разместить HTML-код, у нас более 60 баннеров разных. Вот мы нажимаем, выберите баннер, вы выбираете размер, который вам нужен. Если поле соответствует тому полю, куда вы хотите вставить баннер на своем сайте, значит, вы копируете вот этот вот HTML-код и выбираете либо официальный сайт, да, вот вы выбрали себе, либо лейдинг-партнера, потому что коды отличаются. Вот видите, здесь написано skyway-capital.com. Если вы этот HTML-код ставите, то нажатие на баннер приведет человека на лейдинг-партнера, но к которому прикреплен ваш ID и ваша реферальная ссылка. Если он на лейдинге партнеров ознакомится с информацией, нажмет там регистрацию, после того, как кликнул по вашему баннеру, это ваш реферальный партнер будет. То же самое касается раздела новостей. В разделе событий у нас есть раздел новости. Возле каждой новости есть кнопка социальной сети. Если вы нажмете на эту кнопку социальной сети, ну, конечно же, ту, в которой вы зарегистрированы, да, в первую очередь, у нас их немного, всего пять, но тем не менее. Либо контакт, либо фейсбук, твиттер, одноклассники, либо mail.ru, мой мир, да. Нажимаете кнопку, пишите короткий комментарий, размещаете, да, новость, которая вас заинтересовала, и вы считаете, что она может быть, скажем так, заинтересовать большое количество людей. Пишите комментарий, нажимаете разместить. К этой новости, если с нее ознакомившись, да, вот со страницей там и так далее, переход на официальные ресурсы нашей компании, тоже прикреплена ваша реферальная ссылка. То есть новости, которыми вы делитесь из раздела личного кабинета, это ваши потенциальный реферальный партнер. Долго все-таки грузится сайт. Отменим это дело. На что еще хочу обратить внимание. Если вы зайдете просто поначалу на главную страницу, да, то у вас высвечивается вся информация о состоянии ваших счетов. Вот. У вас высвечивается информация, скажем так, то, что на счетах у вас пусто, если вы еще ничего не пополняли в личном кабинете. У вас есть возможность отредактировать профиль. Причем профиль вы можете редактировать либо вот здесь, кликнув на панель, выпадающую возле вашей фамилии и имени, да, и здесь есть кнопка профиль. Либо вы можете профиль редактировать, нажав на панель инструментов слева, вот, персональные данные. И туда вы можете вписать свои, скажем так, имя, отчество, которое вы не указывали при регистрации, адрес нести, паспортные данные. Единственное, когда вы туда внесете это все, не забудьте нажать на кнопочку сохранить. Для чего туда удобно это записать? Для того, что вот как раз-таки мы будем подписывать потом, если покупаем какой-либо из пакетов акций договор на купленный пакет. То есть вы можете прямо в личном кабинете эти данные скопировать и туда повставлять. Сейчас я вам покажу хороший вопрос, да, где увидеть подтверждение того, что сертификаты купленных в капитал акции переведены в общий реестр компании Skyway. И как узнать общее количество акций, акций акционеров в реестр компании? Валерий, отличный вопрос. Смотрите, как это увидите. Если вы купили какой-либо из пакетов акций нашей компании, соответственно, в разделе «Мои сертификаты», как я вам говорил, отражается информация, что у вас есть сертификат приобретенный. То есть сначала статус этого сертификата будет после того, как вы купили пакет, вам нужно будет там есть четыре пункта, где нужно заполнить все свои данные. Кто вы, что вы, где вы проживаете и так далее. То есть там есть четыре шага, которые нужно, скажем так, заполнить информацию. После того, как вы ее заполните, у вас здесь высвечивается информация по вашему сертификату. Поначалу у вас здесь будет просто информация по сертификату, видите, ERSS-H, вот эта информация о том, что вы уже внесены в реестр, вот этот столбик. Поначалу, когда человек просто покупает сертификат, у него есть только данные о том, что сертификат на изготовление, да, и потом, когда он будет изготовлен, вы сможете посмотреть сертификат компании Skyway Capital. Вот я сейчас нажму Skyway Capital, посмотреть, видите, он аннулирован написано. Почему? Потому что в конце каждого месяца, при условии, что вы оформили договор, вот здесь, да, на купленный сертификат, ваши данные передаются в реестр основного реестра держателя. Если у вас пока был куплен только один пакет, как только ваши данные туда внесены, у вас появляется вот в этом столбике заполненные графы, оплатить доставку сертификата ERSS, да, и видите, вверху выписка из реестра. То есть до тех пор, пока вы еще ни разу не попали из Skyway Capital в реестр основного реестра держателя, выписки из реестра у вас здесь не будет. А как только она появилась, вы можете нажать кнопку, и у вас скачается тут же выписка из реестра за подписью Анатолия Дарыча Юницкого и с печатью, где будет написано, какое количество акций, в каком сертификате принадлежит вам. Вот здесь вот. Понятно ли я показал, где это? Обратную связь хочу услышать. Вот, хорошо. Просто Валерий спросил, я бы хотел, вот Валерия. Скажите, что вот, напишите мне, пожалуйста, что такое спецдисконт, хорошо? Вот, просто, чтобы я понимал, о чем идет речь. Просто вопрос, спецдисконт для всех ли новичков? О, Валерий, я увидел вас, да? Хорошо, что я смог ответить на ваш вопрос. Где загружать свои документы при регистрации? Так, ну давайте я вам объясню. То есть, когда вы покупаете какой-либо из пакетов, да? То есть, особенно первый пакет. После того, как вы купите пакет, вам нужно будет внести свои данные. Там будет 4 шага. Сейчас я просто покупать пакет не буду, чтобы вам это показать, но там на первом шаге одни данные нужно заполнить, на втором еще, на третьем третий и так далее. При регистрации в наш личный кабинет вы проходите сначала идентификацию своего электронного адреса. То есть, вы данные указали, вам нужно будет подтверждение сделать на своем почтовом ящике, что это вы зарегистрируете в личном кабинете, тогда вам личный кабинет будет доступен. До тех пор, пока вы на ссылку не нажмете в личном кабинете, ой, в этом, на электронном адресе своем почтовом, вы в личный кабинет не зайдете. Спецдисконт, рассрочка на 10 месяцев. Смотрите, я не знаю, что значит спецдисконт, я знаю, что у нас есть несколько рассрочек, которые вы можете выплачивать 10 месяцев. Вот если вы сейчас купите те пакеты, на которых есть рассрочка, на 2 месяца, на 4 месяца, на 6, на 9 и на 10, у нас есть несколько пакетов таких. Соответственно, вот эти пакеты и рассрочка за вами будет закреплена и дисконт меняться на них не будет. Понимаете, да? То есть, вы успели. Если вы купите 6 числа пакет за 80 долларов, соответственно, последующие 5 месяцев вам нужно будет его оплатить, у вас будет выплачена вся рассрочка. Но с 8 числа каких-то пакетов не станет, и дисконты на пакеты уменьшатся. Но те, кто купят до перехода на 7 этап, до перехода на снежный дисконт, за вами будет закреплен тот дисконт, который есть сегодня. Вы можете потом быстрее рассрочку погасить, либо, например, все 10 месяцев ее выплачивать, дисконт за вами будет сохранен. Можно к спецдисконту отнести покупку пакетов акций на первом этапе, который у нас была, когда люди покупали 1,600 был дисконт. Вот эти люди могут, скажем так, выплатив рассрочку, еще раз купить пакеты с дисконтом 1,600. Для них это сохраняется. Они это сделали тогда, когда это было, поверили на тот момент, больше, чем те, которые этого не сделали. И для них, скажем так, этот выгодный или спецдисконт сохраняется. Выплатят они это в августе, они могут в августе себе заказать пакеты такие же, какие у них были, либо немногим большего номинала с дисконтом 1,600. На 10 месяцев у нас есть несколько пакетов. 25 долларов ежемесячно на 10 месяцев. 100 долларов ежемесячно на 10 месяцев. И большие пакеты есть. 500 долларов, 1000 долларов, 5000 долларов и 10 тысяч долларов на 10 месяцев. Вот у нас есть такие действующие пакеты. Если сейчас люди покупают, вы знаете, ну по поводу высаженного дерева или нет, мне трудно вам дать информацию. Я знаю, что те люди, которые приезжали, были изготовлены таблички. Они сами лично, вот эти таблички устанавливали в ось деревьев и так далее. Соответственно, если вы давали информацию, что, скажем так, готовы принять участие в этой акции, я вот сейчас на 100% не берусь утверждать, возможно, была изготовлена ваша табличка, хотя специально, вы помните, для тех людей, которые готовы были приехать и высаживать дерево, был список, который должен был подтверден, что я приезжаю и буду его высаживать. Вот это надо уточнить. Сейчас я вот на 100% ответить не могу. Ну, предполагаю, что ваше дерево высажено, но кто это делал, не берусь судить. Я помню, когда-то Анатолий Дарычуницкий говорил людям, что я лично их посажу. На что еще обратить внимание в личном кабинете? Какие вещи беспокоят? То есть, чего, скажем так, вызывают вопросы и сомнения? Переведены доли из СВИГа, в опционе стоит количество, что делать дальше? Лариса, скажите, а вы переводили опционы куда? В РСВ? Надо уточнить техподдержки, что с ними делать. Потому что я по кабинету капитала, скажем так, легко ориентируюсь. А что делать с этим опционом, который вы перевели? Для меня это очень непонятный вопрос. Я не буду во всю историю это влазить, как это было. Сначала в одну сторону приглашали людей переводить, потом в другую. Но это уже дело, скажем так, прошлых дней. Вилли, я не знаю, что куда еще можно перевести. Я всегда людям говорю так, чтобы ничего никуда не переводить, нужно просто выбрать проект и спокойно в нем работать. Есть проект компании Skyway Capital. Вы здесь можете найти выгодный для вас пакет с хорошим дисконтом и так далее. Купить его. Через короткий промежуток времени быть занесенным в реестр основного скайпитала, скажем так, в основной реестр компании. И благодаря партнерской программе, которая здесь есть, давать людям возможность приобретать пакеты и зарабатывать здесь деньги. То есть не рваться там налево, направо, одновременно, скажем так, в три улицы, которые расходятся, вы пойти не можете. Кто со мной не согласен, может поставить там, я не знаю, двоечку, например. Ирина, не надо, я не знаю, кто вас заставляет регистрироваться на всех трех площадках. Что касаемо меня, я считаю это бредом. Может быть, я жестко сказал, но тем не менее, мое мнение такое. Я только что объяснил, почему. Кто знает город Санкт-Петербург, да? Там есть площадь, которая находится перед Исаакиевским собором, и от него, грубо говоря, в сторону идет Невский проспект, потом еще один проспект, который ведет, скажем так, Невский для бедных его еще называют, и третья улица немножко левее. Вы можете одновременно идти в три стороны, по трем улицам прогуляться сразу? Невозможно. Также невозможно, скажем так, спокойно себя чувствовать и строить бизнес одновременно в трех проектах. Даже если они по одной тематике. Люди, которые будут идти за вами, если вы планируете еще строить сеть, у них будет каша в голове. И эта каша с каждым уровнем от вас будет увеличиваться в размерах и в непонимании того, что вы будете делать. Я не знаю, зачем в трех. Вот вы меня спросили, мое мнение, мое мнение вообще достаточно одного, какого-то одного, и спокойно в нем работать. Потому что примерно условия одинаковые, маркетинг-планы отличаются, какие-то мероприятия отличаются, возможно, там люди, которые проводят обучение и так далее, и так далее. В РСВС, если вы приобретаете акции, они тоже через какой-то промежуток времени оказываются в реестре, скажем так, в независимом реестре держателя. Потому что с капиталом, и в принципе, если рассмотреть процесс с точки зрения вас, как клиента, вам ничего не надо делать. То есть вы купили пакеты, спокойно строите бизнес, либо, скажем так, ожидаете выхода компании на мировой транспортный рынок. Это взаимоотношение уже, скажем так, компании Skyway Capital и компании РСВ, что просто руководство компании Skyway Capital собирает этот список людей за месяц и передает туда. И там заносится в реестр держателя. А вам ничего не надо предпринимать. Единственное, что вам нужно сделать, указать везде достоверные данные о себе и подписать договор. Вот и все. Всем остальным занимаются уже, скажем так, сотрудники Skyway Capital, которые делают все для того, чтобы вас максимально быстро передать в реестр основной, чтобы у вас появилась возможность заказать выписку, если вам надо заказать бумажный сертификат. Вот такие дела. Какие еще есть вопросы? Я вот сейчас просто сижу, думаю, что я вам важного не показал. С разделом банкинга все разобрались? То есть с теми пунктами, которые у нас есть. Пополнить счет, вывести денежные средства, перевести. То есть у нас есть пункт, который позволяет вам переводить денежные средства. Не разобрались? Ну давайте тогда покажу этот раздел. Хорошо? Я начал трансляцию сейчас. Надеюсь, что снова меня видно и слышно. Вот у нас есть раздел банкинга. В нем шесть пунктов. Первый из них, наверное, один из самых информационных, который максимально отражает достоверную информацию, это движение денежных средств, которые происходят в вашем личном кабинете. То есть нажимая раздел транзакции, вы можете проследить, куда, какая сумма, когда, в какое время вами была, скажем так, отправлена, перечислена, либо заведена. Вот. То есть здесь есть вознаграждение, которое вам начисляется на ваш счет, да? Есть вывод денежных средств, если вы его делали, пополнение счета. Здесь все будет отражаться. И вот все, скажем так, движения денежных средств, вы видите, первая, вторая, третья страничка и так далее, и так далее. Их может быть много, если вы активно строите структуру, либо часто покупаете пакеты. Это раздел транзакции. Опять же, в большинстве разделов, в которые вы заходите в личный кабинет, есть информация о состоянии ваших счетов. Основного, премиального, акционного и бонусного. Второй раздел. Пополнить счет. Вот. У нас есть, кстати, два способа приобретения пакетов акций из раздела инвестирования. Первый из них, когда у вас на счетах нули, да, везде, вы можете сразу зайти и выбрать пакет и благодаря тем платежным системам этот пакет оплатить. Второй способ. Это предварительно пополнить счет на ту сумму, вы хотите потратить на приобретение пакета. Например, вот пишем 100 долларов, да, написали здесь 100 долларов, вы нажали пополнить, 100 долларов пополнить. Когда вы нажали кнопку пополнить, вам сразу же система пишет, что выставлен счет, номер такой-то на 100 долларов, да, и вы выбираете те платежные системы из списка выпавшего, благодаря которым вы сейчас будете эти средства переводить. Если вы, например, написали 100 долларов, вдруг спохватились, а вы не знаете, где у вас эти деньги есть, да, вот я сейчас не буду оплачивать, я нажимаю на крестик, вытираю, да, например, вот эти 100 долларов, вот, но вы видели номер счета. В разделе банкинга у нас есть раздел выставленные счета. Нажимаем на выставленные счета, то есть представьте ситуацию, вы пошли выяснять, где у вас деньги есть, как бы оплату перестали делать, но когда вы заходите в выставленные счета, вы обнаружите сейчас картину, что этот счет за номером там 130, чего-то там тысячи, чего-то там еще, на 100 долларов, да, он находится у вас в личном кабинете в разделе выставленных счетов. Если вы выяснили четко, знаете, что у вас на такой-то платежной системе есть деньги, видите номер счета 130, 13368, дата 1747, пополнение счета, название операции, вот, и неоплаченность счета, да, вы можете нажать кнопку оплатить, нажав кнопку оплатить, вы увидите снова те платежные системы, благодаря которым вы это будете делать, и после оплаты данная, скажем так, надпись здесь пропадает, то, что они неоплаченные, и попадает в подтвержденные счета, вот видите, здесь у меня три подтвержденных счета. Я сейчас оплачивать не буду, и у вас у каждого есть возможность потом нажать на кнопочку справа, отменить, система спрашивает, вы реально хотите отменить? Вы говорите, да, хочу отменить. Сейчас произойдет прогрузка сайта, этот счет исчезнет из раздела неоплаченных. Вот. Дальше, в банкинге у нас есть запрос на вывод, я в принципе сегодня его показывал, вот, но прежде чем осуществить запрос на вывод денежных средств, чтобы они были выведены, вам необходимо будет зайти сначала в раздел настройки, вот здесь личного кабинета. Сейчас подождем, немножко грузится, потому что все равно сегодня долго грузится сайт. идет активный рост структур, скажем так, на европейском континенте, да, вот, Западная Европа подключилась, Восточная Европа подключилась. Вот я зашел в раздел настройки, да, вот он, и у меня загрузилась страничка, так называемый, платежный реквизит. Вот сюда вы вписываете те платежные реквизиты из перечня доступных, которые есть в нашем личном кабинете. Вот кнопочка Добавить реквизит. Нажимаем на нее, и у нас высвечивается список платежных систем, которые мы можем выбрать из этого списка, да, те, которые у нас есть. Либо Visa, MasterCard, либо Яндекс.Деньги, Kiwi кошелек, WebMoney, OkPay, и долларовый, либо рублевый кошелек, Advanced Cash. То есть, тот, что у вас есть, вы выбираете, ну, как у меня было сделано, например, да, Яндекс.Деньги я выбрал, Яндекс.Мoney, вписал сюда номер, нажал Ok, и у меня сейчас, вы видите, в платежных реквизитах есть Kiwi кошелек и Яндекс.Мoney. Я туда могу выводить денежные средства. После того, как у вас появился кошелек, куда вы хотите выводить, вы заходите в запрос на вывод, нажимаете на эту кнопку, и написав сумму, выбираете тот кошелек, который вы прописали здесь, как свои реквизиты, вы можете все шесть, если у вас есть, и потом переводить деньги в определенный момент своей жизни туда, куда вам удобно, да. Например, у вас есть привязанная к Яндекс.Кошельку золотая карта, Мастеркард, которая позволяет вам, скажем так, рассчитываться в любом магазине мира за какие-либо покупки и так далее. Снимать деньги с нее невыгодно. Вот. Кстати, когда вы будете деньги выводить, и они, скажем так, будут выведены, у вас будет информация о том, что такого-то числа, да, деньги были выведены на указанные вам денежные кошельки. Вы пишете сумму для вывода денежных средств вот здесь и выбираете из тех, из того перечня кошельков, которые добавили в разделы настроек, куда вам нужно деньги вывезти. И последний пункт банкинга это перевод денежных средств. То есть его ввели не так давно, ну, как не так, месяца 4-5 назад по просьбе наших партнеров, и в принципе логика в этом есть, почему это сделано. Часто бывают ситуации, что у нас есть потенциальные инвесторы, которые не умеют пользоваться ни компьютером, ни интернетом, но готовы инвестировать денежные средства. Они приходят к вам как наставнику, вы им рассказали, либо это могут быть люди ваших людей, да, а у вас, например, на бонусном и на основном счете есть денежные средства, скажем так, в том размере, которые нужны им. вы здесь указываете сумму с основного счета, которую вы хотите перевести, с бонусного счета, потом этот человек должен быть зарегистрирован в нашей системе, то есть у него должен быть личный кабинет, вы сюда вводите адрес его электронной почты, которую он зарегистрировал, это является его логином, нажимаете найти, если такой человек зарегистрирован, система пишет, да, фамилия, имя, отчество его, здесь место получателя не указан, и кнопка появляется, продолжить. Нажимаете кнопку продолжить. У вас высвечивается окошко, в котором написано, что вам нужно ввести код, который вам отправляется по электронной почте на телефон, то есть двумя удобными способами. Иногда приходится связываться с службой поддержки, что вы это делаете, да. Так вот, код вы получили, вводите в положенное окно, нажимаете отправить, после того, как это все будет сделано, с ваших счетов деньги списываются, а на основном счете того человека, кому вы деньги перевели, деньги появляются. А наличку вы можете просто взять себе в руки, это деньги, которые он вам отдал. Вот, такие вот дела. Это я вам рассказал про раздел банкинга. Так, если я оформлю рассрочку на 50 долларов, могу ли я оформить еще одну на 50 долларов, параллельно вторую? Да, вы можете зайти снова в раздел инвестировать, выбрать пакет в рассрочку на 50 долларов, у вас в личном кабинете в разделе рассрочка появятся две таблички. Иногда у нас люди совершали ошибку, то есть вместо того, чтобы оплатить второй месяц, зайти в раздел мои рассрочки, они открывали вторую. Но вы можете хоть 10 рассрочек параллельно выплачивать, если вам это удобно. Да, Светлана, вы видели, что у нас есть в формате вывода, сейчас подождите, Visa, MasterCard, да, там можно указывать карту. Ну, знаете, имена и карты, как правило, за собой влечет фамилию и имени, да, потому что когда мы указываем реквизиты, да, мы там же указываем и фамилию, и имя, кому карта принадлежит. То есть есть целый ряд карт, которые имитированы банками, которые не позволяют осуществлять проплату в интернете. Как правило, это карта электрон в большинстве своем, но некоторые электроны позволяют это делать. Так, что-то еще тут про Байкал. Сейчас посмотрим, о чем идет речь. Не знаю, за счет чего, что это за вопрос про 300 речи, которые втекают в Байкал. Чего он касался. Какие еще есть вопросы, коллеги? Потому что все-таки не совсем быстро работает. Вывод, от какой суммы возможен. Вывод возможен от суммы 30 долларов. То есть, когда на вашем бонусном счете есть 30 долларов и более, вы можете себе заказать вывод денежных средств. Вот что касается неименных карт, я думаю, что с этими картами будут проблемы. Понимаете? Потому что в большинстве случаев платежей, которые я вижу в интернете, даже оплату интернета, каких-то коммунальных услуг и так далее, когда мы выбираем либо визу, либо мастер-карт, нас просят ввести фамилия, имя держателя карт. Просто система может не пропустить вас, если, скажем так, это не указано, если на карте этого нет. Но я не могу утверждать на 100%. По поводу маэстро. Вы знаете, до недавнего времени карты маэстро у нас не проходили. Но я потом от коллег слышал, что люди проплачивали картами маэстро. Да, насчет акционов. Я уже сегодня отвечал на вопрос Светланы Игоревне, что можно тратить деньги, то акционные деньги тратятся только на приобретение пакетов. Пакетов, которые находятся в разделе инвестировать и стоимость пакетов в общей таблице на зеленом фоне, на светло-сером фоне от 15 до 150 тысяч долларов США. Те дисконты, которые в той таблице есть. Акционные деньги не участвуют в рассрочках, ни в одной. И на акционные деньги нельзя приобретать пакеты, которые принимают в каких-то промо-акциях участие. Можно ли выводить на карту маэстро? Ну, вы знаете, я только что показывал раздел, там написано виза, мастер-карт. Но раз маэстро вы проплатили, я предполагаю, что на маэстро можно выводить. Я знаю, что карточки маэстро, они есть на два знака больше, на две цифры, то есть 18-ти значные. Опять же, в целой ряде систем, я не знаю, при покупках в интернете мы иногда выбираем маэстро, и тогда нам высвечивается, скажем так, поле, где мы можем ввести 18 карт, 18 цифр. Я вот не могу сейчас точно ответить, выводим ли мы на маэстро, на визу, мастер-карт. Точно выводим? Ну, можно попробовать? Я уточню хорошо, на следующем вебинаре по личному кабинету я вам скажу точно, можно ли у нас выводить на маэстро. Запишу себе сейчас. Так. Вы знаете, Сергей, если вам скоро менять паспорт по годам, да, вот, ну, я знаю, что есть такая процедура, иногда, когда вы меняете паспорт, вы можете попросить там, чтобы за вас, вам какое-то количество времени еще тот паспорт, который у вас был старый, можно носить с собой. Тут все достаточно просто, вам нужно обратиться к нам, мы передадим, скажем так, эту информацию в юридическую службу нашей компании, и этот вопрос решат. Вот. Поэтому я не думаю, что проблемы возникнут. Важно просто, ну, это жизнь, да, то есть вы, вчера у вас был этот документ, вот, мало того, у нас есть люди, которые инвестируют, они сейчас не замужем, и некоторые выходят замуж, меняют свою фамилию, да, соответственно, тоже меняется паспорт и так далее. Вот. Мы все люди, мы все понимаем, что это есть, и просто, опять же, идентификация людей, электронный адрес, телефон, там, который был, там, еще целый ряд, скажем так, способов проидентифицировать человека, заявления, там, и прочее, прочее. Я думаю, с юридической службой компании этот вопрос можно будет решить. Вот видите, Владимир написал, что с маэстро не получилось переводить. Поэтому не переживайте, у нас есть люди, которые меняют гражданство, то есть два года назад у них было гражданство одной страны, вот, а потом, когда они, скажем так, уже принимали участие в нашем процессе, в нашем бизнесе, они поменяли гражданство, переехали в другую страну, и такое есть. Вот. Единственное, что не поменяется в ваших данных, это очень важно, да, место вашего рождения. То есть это очень важный момент, на который мы, скажем так, обращаем внимание. И когда вы заполняете анкету, вот я вас просто важный момент, наверное, хочу сказать. Смотрите, если вы жили на территории СНГ, СССР точнее, родились на территории СССР, вот, а сейчас проживаете в какой-либо из независимых государств, независимых республик, момент регистрации новых людей, если он по годам подпадал под время существования СССР, то этот человек должен выбрать СССР. Понимаете? Государства нет, но на момент рождения оно было. И там вопрос, место рождения, страна рождения. У вас человек из Киргизии с документами, видом на жительство. Смотрите, Лариса, документ, вид на жительство, в принципе, да, он не является документом для решения каких-либо юридических вопросов, там, по недвижимости и так далее. Это документ, который позволяет человеку просто находиться на территории Российской Федерации. Он, в других случаях, он недействительный, по нему ни кредит нельзя получить, ничего. Документом официальным является его паспорт, либо удостоверение его личности, которое в его стране есть. Понимаете меня? Вот. Вот такие вот дела. Поэтому вид на жительство, я знаю, что это такое, у меня у самого он был. И с видом на жительство я ничего не мог, кроме того, что это меня, скажем так, спасало от того, что меня не отводили во временную камеру в милицию, да, скажем так. И пограничники, которые в Российской Федерации были, для них это был документ, который позволял им не находиться здесь, на этой территории. Но никакие, скажем так, юридические схемы, покупка акций, чего-то еще, этот документ, он не шел. Счет в банке я по виду на жительство открыть не могу. Понимаете? У нас иностранные граждане могут в России открыть счет в банке согласно документу, который удостоверяет их личность. Паспорт государства, гражданином которого они являются. Вид на жительство не подходит. Ну, по поводу, мы сейчас живем в СССР, есть определенная ностальгия. Хотелось бы, конечно, чтобы не было такого количества государства и так далее, но, вы знаете, существует уже огромное количество людей, у которых другое мнение. Вот. Ну и произошло, к сожалению, либо к счастью для кого-то, то, что произошло. Изменить мы это с вами не можем. Вот. Добрую память о той стране, которая была, мы можем сохранить. Понимаете? Ну, вот я знаю, что вот вы написали, вы не отказывались, да? Я знаю, что огромное количество людей были, блин, с удовольствием отказались от того гражданства. Да, их может быть меньше, но они есть. Им было предложено сделать выбор, они его сделали. Если по личному кабинету вопросов больше нет, в принципе, то основные моменты мы с вами разобрали. Раздел инвестировать, где найти, скажем так, информацию о том, что вы сделали приобретение сертификата. Банкинг мы с вами разобрали. Инструменты партнера мы с вами посмотрели, где у нас находятся, как их можно использовать. Реферальные ссылки. Про профиль я вам сказал, что вы можете его заполнить настолько, насколько захотите сами, потому что обязательно элементы профиля там стоят звездочки. Да, еще, наверное, скажу следующее, когда вы зарегистрировались, у вас все равно произошла идентификация вашего электронного адреса, без этого бы не получилось регистрации. А вот телефон вам придется подтвердить. То есть телефон у вас будет выделен красным цветом и написано, скажем так, подтвердить телефон. Нажав на кнопку подтвердить, вам отправляется код на тот телефон, который вы указали при регистрации. Вам нужно будет его указать потом в определенном окошечке и тем самым вы идентифицируете телефон, у вас он высвечивается тоже синим цветом. То есть все в порядке. Вы идентификацию прошли. Ну и опять же, как говорится, для того, чтобы соответствовать все больше рынку инвестиций, то есть требованиям рынка инвестиций, скажем так, максимальной идентификации того человека, который приобрел эти акции и так далее, мы имеем дело с ценными бумагами. Это фактически то же самое, как нотариат, и так далее, и так далее, и так далее. То есть появится у нас дополнение наверняка в личном кабинете, которые будут, ну, наверное, более, не то чтобы жестко, да, как это правильно сказать, более достоверно подтверждать личность того, кто у нас зарегистрировался и приобрел эти акции. С целью уменьшения, скажем так, каких-либо проблем в будущем. Вы знаете, вы договора можете скачивать и сохранять. Ну, вот я для себя этого не делаю, в принципе, да, но они же там для этого и находятся, и есть кнопочка там скачать, правильно? Хотите скачивать? Я, в принципе, себе не заказываю бумажные сертификаты. Ну, как-то мне они особо не нужны, там, вешать я их нигде не собираюсь, да, вот. Для меня более важно то, что информация обо мне, как об инвесторе, занесена в главный реестр компаний, в реестр основного реестра держателя. Вот это важно, потому что мой бумажный сертификат, он может помяться, он может, я не знаю, там, пропасть, я могу его потерять, его могут пожевать или помять домашние животные, если у вас такие есть, и много чего, что с ним еще может произойти. Вот. А с информацией в реестре ничего не случится. Итак, коллеги, спасибо большое за то, что были сегодня на вебинаре. Вот, следующий вебинар по тематике личного кабинета я надеюсь, что он будет работать намного быстрее, да, в следующую среду. Мы проведем ровно через неделю, вот. Возможно, у нас как раз-таки состоится во вторник еще и живая презентация в Москве, есть такое предположение, да. На каком сайте приобретать акции? Алина, уточните, пожалуйста, вопрос, о чем именно вопрос? У нас есть сайт компании Skyway Capital и личный кабинет компании Skyway Capital, по которому сегодня был вебинар. Вот в нем приобретаются акции компании. пакет 1,600 в Корневой. Могу ли открыть пакет аналогичное в Capital? Может представить скриншот из личного кабинета в РСВ, я в Capital также зарегистрирован. Вячеслав, давайте такой вопрос задам. Смотрите, если у вас есть пакет 1,600 в РСВ и там, скажем, сохраняется та же программа лояльности, если вы выплатите этот, скажем так, сертификат там и вы сможете заказать себе сертификат снова там 1,600, ну, есть ли смысл вам открывать сейчас капиталь? Вот если так подумать. Потому что я знаю для партнеров, которые были в компании Skyway Invest Group, такая возможность была предусмотрена, а вот, скажем так, между РСВ и компанией Skyway Capital, так как мы находимся в одном холдинге, то есть фактически вот как бы так, где бы вы акции не купили, путь у них будет один и тот же. Надо ли сейчас, скажем так, открывать 1,600, ну, городить этот огород, если вы там выплатите эту, скажем так, рассрочку и там себе еще раз закажете? То есть там такие же условия. Хорошо, коллеги, если вопросов больше нет, еще раз спасибо за внимание. Всем хорошего вечера, всем, скажем так, активных дней этой недели, которая осталась до 8-го числа. В принципе, как я вам говорил, за это время вы можете просто отнеситесь к этому с этой точки зрения, помочь большому количеству людей узнать о том, что мы есть, открыть для них возможность инвестирования в наш проект, сделать их богатыми в недалеком будущем, благодаря этому, да, сегодня даже за этот короткий промежуток времени они могут зарегистрироваться и даже вернуть свои инвестиции, если тоже активно приложат усилия, но вы еще при этом заработаете денег. Вот ставьте деньги не на первое место, что вы сейчас их заработаете, поставьте на третье, на пятое, да, ну, они, наверное, к вам придут. Если не только, скажем так, корысти ради вы это будете делать, если рассрочка в корневой заканчивается в сентябре, то надо досрочно закрыть, ее в сентябре закрыть, открыть. Лариса, достаточно будет оплатить ее в срок, да, вот как вы планировали, там, каждый месяц у вас идет проплата, и вам все равно будет предоставлено, по крайней мере, на седьмом этапе, как мы говорим, да, седьмой этап у нас начинается по плану, с июня месяца, он будет длиться до, по всей видимости, до инотранса, а это сентябрь, вот, соответственно, вам будет предоставлена возможность открыть следующую, никто не говорит вам, что сейчас нужно бросаться в колодец, и вот срочно, прям, моментально ее оплатить, если вы можете ее оплатить досрочно, вам комфортно, и вы можете открыть следующую, вы можете это сделать, но мы не настаиваем, условия были объявлены, да, вот, и вы такой же, как это правильно сказать, дисциплинированный плательщик рассрочки, да, как эти люди, которые досрочно погасили, вы когда подписывали эти документы на рассрочку, у вас было как, один платеж в месяц, на 10 месяцев, и вы это добросовестно выплачиваете, тогда вы ее выплатите, кто вы по отношению к нам, добросовестный плательщик рассрочки, соответственно, после того, как вы ее оплачиваете, у вас в личном кабинете, на той странице, которая табличка была, да, будет предложена, кнопка даже, открыть следующую рассрочку с тем дисконтом, который вы оплатили, вот таким вот образом, поэтому за день, к 600 не волнуйтесь, хорошо? Компания объявила это, и компания должна держать свое слово. Все, коллеги, хорошего вечера, каждому свое, я вижу, кто-то написал, ну, вы знаете, да, эта фраза была написана, к сожалению, на стенах не сильно благого места, вот, эту фразу немцы написали на стенах Бухенвальда, вот, каждый сам выбирает, это, наверное, да, хотя есть песня, каждый выбирает для себя, по себе, но не каждому свое. До новых встреч в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова